константин станюкович загадочный пассажир в ночь сочельника трехмачтовый военный крейсер руслан шел под всеми парусами узлов по десяти спускаясь к южным широтам руслан легко рассекал воду и плавно раскачивался с бока на бок между волн казалось почтительно отступающих от него ветер был резкий холодный но не крепкий и ровный океанская зыбь еще не улеглась она вздувалась и высокие волны с однообразным тихим гулом лениво разбивались одна другую и пенящиеся их верхушки рассыпались алмазной пылью облитые серебристым таинственным светом месяца холодом и какую-то безнадежную тоской одиночество вид и от засидевшего холмистого океана и от бесстрастно красивой луны и от звезд ярко мигающих с темной бездонной выси стоящие на вахте матросы одеты в буршлаты поверх фланелевых рубах словно бы поддаются тоске этой ночи и им острее чувствуется что жизнь их скверная служба проклятая и море постылое молчаливые серьезные они взглядывают на океан отворачиваются от него и в эту рождественскую ночь их еще сильнее манит домой и они тихо лясничают между собой о далеких своих местах глава 2 и ганса курату кару карычу как прозвали матросы педантичного хладнокровного справедливого и добросовестно недалекого капитана барона оскара оскаровича норнстрема и офицером очертел длинный переход казалось в этот вечер большая часть офицеров засидевшихся в роскошной кают компании освещенной электричеством дольше обыкновенного скучала и нервничала еще более чем в прежние дни перехода из шербурга прямиком батарею особенно приуныли семейные даже старший офицер евгений николаевич красивый румяный брюнет с роскошной бородкой блестящими зубами и золотым амулетом на руке любивший казаться служителям сурового долга которому некогда скучать в море да и неприлично был сдержанно и достойно серьезен и задумчив обыкновенно великолепный и любивший вставлять веские авторитетные слова в общие разговоры любезный со всеми и никому не выказывавший особого расположения старший офицер молчал и думал что встречать праздник несравненно лучше дома в петербурге чем на руслане да еще с людьми хоть и хорошими но далеко не такими тонко чувствующими и умными как он и разумеется евгений николаевич не сомневался что вавочка устраивая елку поплакал о своем одиночестве и бедная очень горюет в разлуке и с наивную влюбленностью в себя он размышлял еще бы вавочки не горевать о нем внимательном заботливом любящим семью еще бы не ценить вавочки такого умного и хорошего человека который так развил ее ум так балует подарками она знает что он сделает блестящую карьеру и семья будет обеспечена еще бы не любить такого безукоризненного мужа который если и изменяет супружескому долгу то только в дальнем плавании и единственно ради здоровья недаром же вавочка боготворит и смотрит ему в глаза всегда боящиеся огорчить его она чудная честная женщина и разумеется не позволит себе подло увлечься как увлекаются многие соломенные вдовы плавающих моряков она и не подумает и в ту же минуту евгений николаевич мысленно решил что в батавии он непременно съездит на берег другие женатые моряки вероятно не считали себя такими великолепными идолами на которых их жены могли бы молиться напротив если некоторые мужья и не были идолопоклонниками то во всяком случае верно подданными своих королев супруг вот от чего они и не могли скрыть что им сиротливо и одиноко вдали от любимых да еще в такой вечер особенно был подавлено грустен старший механик иван васильевич необыкновенно добродушный и милый человек лет за сорок которого машинисты и кочегары иначе не называли как нашим и все знают что старший механик тоскует по своей королеве марго как мичманы прозвали марию васильевну ни для кого не было секретом что этот высокий плотный и сильный молодец с характером и волей не позволяющий начальству наступить на ногу находился в полном рабстве у своей маленькой худенькой и молодой жены с бледным лицом цыганского типа она называла себя непонятой женщины двадцатого века и не скрывала от ивана васильевича что у него грубая натура не понимающие ее возвышенной души и что может понимать ее один только мичман севрюгин в утешении она прибавила что если не оставляет ивана васильевича и не ищет заработка то потому что она благородная женщина и не хочет огорчать мужа он хоть и низменно ее любит но любит и ее и детей так пусть иван васильевич остается мужем не понимая ее а мичман в то же время будет понимающим другом иван васильевич еще благодарил жену и уходя в дальнее плавание ревел как белуга и обещал привести все что написала жена в списке передано мужу при проводах лейтенант вершинин от скуки выпивавший третью бутылку портера проговорил что иван васильевич небось об елке мечтаете вообще деликатно ответил иван васильевич то то вообще и я вообще думаю что скучище тоже поехал бы к знакомым на елку а вместо этого с полуночи на вахту чтобы нам зайти на мыс там по крайней мере англичанки молодой доктор сидевший за книгой поднял глаза на ивана васильевича тоже любовь высокомерно подумал доктор и собирался предложить ивану васильевичу применить к нему новые средства излечения от страсти вычитанное недавно им из медицинского журнала видимо не имевшие темы для разговора два скучающие мичмана лениво перекидывали словами о том когда батавия и что там интересного будут ли они произведены в новый год в лейтенанты сколько каждый выплыл ценза и сели играть шахматы чтобы нам зайти на мыс там по крайней мере англичанки раздражительно воскликнул вершинин мичмана оживленно встрепенулись и один проговорил вот так чудесно а то знакомься с малайками на яви и отчего в самом деле мы не зайдем на мыс и нам и команде следовало бы освежиться а то за какие вины с ума сходить от одури вам господа только на уме берег тогда не поступали бы во флот заметил старший офицер я и уйду из флота евгений николаевич в чиновники спросил старший офицер чиновники дядя товарищ министра он устроит нынче везде без протекции ничего не получишь заметил вершинин уж будто нужное образование и труд и способности авторитетно промолвил евгений николаевич мичман коврайский худой нервный молодой человек с умными небольшими глазами горевшими злым блеском сидел в стороне в кресле у фортепиано слушал и злился злился и от того что ему противна служба и он служит и потому что он молот и часто кашляет и потому что он не знает к чему приступиться и что делать чтобы не чувствовать постоянного компромисса и потому что он не может отделаться от того что считает позорным от лжи от лицемерия и зависти он злился что слышат здесь одну только пошлость и никто не обращает внимание на его речи обыкновенно останавливаемые старшим офицером он злился и за то что не может написать на бумаге то что волнует его и занимает его мысли о пересоздании общества о новой этике и за то что не умеет сложить стихов он злился и за то что он обречен на неизвестность и что нет у него друга перед которым мог бы и злиться коврайский услышал последние слова старшего офицера главное этот тон увидал красивое самодовольное лицо эко это великолепная скотина хотел крикнуть коврайский и вместо этого волну из проговорил вы евгений николаевич конечно будете адмиралом выходил как будто и комплимент но старший офицер почувствовал что хотел сказать коврайский и словно бы не слыхал его слов и обратился с чем-то к доктору глава 3 к повороту оверштаг право на борт донесся через люк взволнованный и неестественно громкий голос вахтенного офицера и в эту же минуту прибежал сверху рассыльный и доложил справа шлюпка с людьми огонь подали все оживились и бросились наверх руслан повернул к огоньку лег в дрейф и баркас спустили ехать на баркасе вызвался коврайский лейтенант вершинин заведующий баркасом охотно согласился с коврайским отправлялся доктор взяли одеяло и бочонок с ромом и баркас отвалил а ведь нас может и залить доктор проговорил коврайский праве рулем и не отрывая возбужденных уже не злых глаз с волн очень жаль что вы окажетесь плохим моряком неизвительный мичман у вас печень не в порядке не зальет людей спасем восторженно воскликнул мичман и на лунном свете его худое некрасивое лицо казалось таким проникновенным счастливым беспокоились за баркас и на руслане и белокурый барон говорил старшему офицеру с едва тревожной нотой в голосе надо было послать баркас но если основательно сообразить то пожалуй и не следовало бы уже поздно теперь соображать барон о нет сообразить всегда необходимо евгений николаевич положен коврайский толковый офицер найдется в трудном положении старший офицер промолчал это про что гонцакурат тихо спрашивал унтер офицер подходя к рулевым на штурвале опасается за баркас зря ежели люди на шлюпке в океане то по какой такой причине нашему баркасу пропасть и как людей не вызвали промолвил старший рулевой мичман вызвали башковатый и отчаянный уверенно сказал унтер офицер и отошел к своему месту наш концы прошло полчаса барон то и дело взглядывал в бинокль ни шлюпок ни огня не было видно барон вздохнул я и говорил что надо было обсудить прежде снова проговорил оскар оскарович прошло еще четверть часа сигнальщик видишь никак нет ваше скобородие конечно надо было послать баркас но барон речи не досказал он увидал в бинокль что баркас идет к руслану глава 4 наконец подошел баркас и был поднят на палубу вошли 10 англичан видимо матросов с купеческого корабля спокойно радостных и счастливо улыбающихся и совсем не похоже ни на моряка ни на англичанина не молодой господин среднего роста с большой окладистой бородой в летнем стареньком пальто высоких сапогах из сомбрера на красиво посаженной голове обличие и манера показывали интеллигентного человека он казалось был равнодушен к своему спасению первое мгновение его приняли за шведа или норвежца но велико было общее изумление когда доктор весело и радостно проговорил обращаясь к капитану и офицерам окружившим спасенных соотечественник русский сергей сергеевич курганин пойдемте сергей сергеевич сейчас чаю и закусить а поместитесь ко мне сергей сергеевич воскликнул коврайский весь мокрый все радостно жали руку бородатому господину со всех сторон слышались восклицания как сюда попали откуда куда шли на каком пароходе потерпели крушение потом расскажите мне подробно сергей сергеевич а пока отдохните после этого ужасного испытания говорил капитан курганин слегка приподнимал сомбрера показывая кудрявые сильно засидевшие волосы и не выказывал никакой радости от того что находится среди любезных соотечественников и на все вопросы отвечал коротко и даже суховато шел из вальпараиса на грузовом английском пароходе вчера ночью он сгорел все спаслись и успели взять свои вещи другая шлюпка с капитаном и штурманом ночью разлучилась затем курганин пошел за инженер-механиком и коврайским кают компанию всем бросилась в глаза это равнодушие курганина его посещение вальпараиса и какая-то сдержанность особенно он удивил капитана подозвав доктора он ввел его свою каюту и тихо и несколько значительно спросил его кто такой этот господин я назвал курганин это я слышал доктор но я бы спросил вас какое его общественное положение так сказать не знаю не спрашивал барон курганин не из разговорчивых но по нескольким его словам видно что он из интеллигентных людей зачем же он попал в вальпараиса спрашивал капитан и его лицо выражало недоумение верно путешествует барон неторопливо проговорил доктор на грузовом пароходе а что ж если нет больших средств без средств не путешествуют так далеко вы заблуждаетесь любезный доктор я плавал много а в отдаленных странах таких туристов я не видал не понимаю решительно не понимаю доктор и видимо старающийся понять и обеспокоены что не может понять барон раздумчиво покачал головой и продолжал очень странно есть много друг гарацию а вы доктор пожалуйста не беспокойте пассажира расспросами и намекните чтобы в кают компании были деликатны все-таки не наше дело почему этот господин вальпараиса не наше и вы и доктор уж пожалуйста как тоже больше статский человек позаботьтесь о пассажире и вообще чтобы ему было знаете ли спокойно и хорошо мне кажется что он болен такое у него лицо англичане счастливы что спасены а он может быть пожар так подействовал на него и несколько конфузий прибавил и вот еще что доктор знаете так деликатно нужно если пассажиру вы понимаете без средств путешествий то как-нибудь предложите ему взять в долг я охотно могу передать вам некоторую сумму у меня есть лишние 100 долларов так я доктор все еще ошалелые глаза барона светились выражением доброты и в то же время стыдливости когда он прибавил и прошу вас доктор чтобы ни одна душа не знала славный ты немца подумал доктор и сказал будьте спокойны барон но я думаю что курганин не возьмет что-то у него в лице есть и вы правы нервы у него должно быть не в порядке в эту минуту вбежал рассыльный старший офицер велел доложить прикажете сниматься с дрейфы разумеется сниматься и когда рассыльный вышел барон любивший сообщать доктору все свои случайные недоумения сказал вот этих англичан придется вести до батавии а им барон и курганину нужно нам из доброй надежды то-то и затруднение я решил не заходить на мыс так и доложил в петербурге управляющему министерством мы можем делать шикарный переход и адмирал мне сказал ну что ж хорошо и мне хочется оправдать его слова да разве барон министру так и нужно если он сказал ну что ж хорошо право ему все равно но мне не все равно не без горделивости промолвил капитан правда появилось новое обстоятельство это шлюпка с русским и англичанами том и затруднение я уже решил не заходить на мыс так и завезите англичан и русского в каптаун а наша команда освежиться и офицеры да и вам барон надо развлечься но как же вдруг на мыс и право отлично барон матросы уже затасковали да и кают компания нервничает еще бы ну я пойду барон пассажира буду угощать так вы доктор можете подолгу службы подать мне рапорт о том что для здоровья команды необходимо зайти на мыс обязательно и с восторгом барон сказал доктор и повеселевший вышел в кают компанию глава 5 по случаю аврала офицеры были наверху только старший механик оставался около курганина и хлопотал чтобы ему скорее подали закусить и чаю неожиданный пассажир хоть и очень интриговал ивана васильича но уже не производил на него прежнего неприятного впечатления его сухощавое и серьезное лицо изрезанное морщинами умное и спокойное было не из веселых и довольных и в его глубоко сидящих глазах было что-то тоскливое и вместе с тем непокорное но она не казалась таким сурово равнодушным и пренебрежительно сдержанным каким казалось всем в первый момент появление соотечественника на руслане но все-таки что-то странное не похожее на других что чувствовалось в этом скромно одетом молчаливом господине несколько стесняла добряка ивана васильича и он деликатно не навязывался к нему с расспросами старый механик то и дело пододвигал курганину то сыр то колбасу то разные консервы и вино и был очень доволен что человек только что выскочивший из большой опасности сидит здесь где тепло и светло и уписывает все за обе щеки почти что с жадностью пришел доктор и стал угощать гости уж меня угощает господин инженер спасибо я ем за троих забыли взять провизию с парохода и вы не ели сутки вода была он потом выпил два стакана чаю и спросил вы куда идете господа в батарею отвечал механик несколько минут прошло в молчании пассажир с удовольствием пил чай ура идем на мыс радостно воскликнул лейтенант вершинин входя в кают компанию сейчас барон велел переменить курс и пообедаем же мы на берегу после подлых консервов и увидим доктор женскую красоту там ведь англичанки готовьте только денежки доктор иван васильич старший механик добродушно запротестовал не врите я женатый скажите пожалуйста какой иосиф прекрасный жена в кронштадте а вы будете в капштадте наверно туда дернем от каптауна два шага и обращаясь курганину лейтенант сказал мы вас спасли а вы нас из-за вас до англичан капитан идет на мыс следовательно неспасимый вас не видать бы нам англичанок восхищаясь амалайками так позвольте выпить за ваше здоровье какого вина прикажете никакого почему не пью по принципу из-за печени в таком случае один выпил ваше здоровье пришли в кают компанию и другие офицеры все были оживлены еще вы через два дня моряки будут на берегу и по такому случаю кто-то велел подать бутылку шампанского содержатель кают компании приказал подать 10 бутылок согласны господа все разумеется согласились выпили за скорый приход на мыс выпили за капитана за старшего офицера за кают компанию доктор и коврайский предложили тост за спасенного соотечественника тост был принят сдержанно пассажир не разделял общего оживления и многим казался не симпатичным и даже подозрительным не рассказывает не о пожаре на пароходе не о себе не о том чем занимается и зачем путешествует подвыпивший вершин он даже подумал уж не стибрил ли пассажир крупного куша и не бежал ли из россии по всему видно что умный человек однако все подняли бокалы курганин только пригубил из своего бокала а вершин чокнулся и дипломатически спросил пассажира мне кажется я вас встречал в петербурге возможно я долго жил в петербурге так так извините не были вы директором банка нету смехнулся пассажир значит ошибся а очень на вас похож один директор банка если бы сергей сергеевич был директором банка то не путешествовал бы на грузовом пароходе заметил мичман а коврайский озлился и хотел проучить вершинина но вместо того сказал ему вы много выпили шампанского молчаливый пассажир взглянул на мичмана и в глазах его мелькнула ласковая улыбка особенно не нравился пассажир старшему офицеру он сразу почувствовал что этот господин совсем чужой и не из порядочных людей это видно и по костюму и по серой фланелевой рубахе и по несколько грубоватым рукам да и черт знает что это за птица русский так и будь русским должен почувствовать что с русскими а между тем сидит точно янки скотина точно не знает приличия и старший офицер с усиленной любезностью проговорил не будет не скромным если спрошу давно ли вы из россии год неверно соскучились россии нисколько просто искренно ответил пассажир многие переглянулись даже нисколько вы оригинальный соотечественник ведь как там за границы не хороши отечество свое родное впадая в некоторый пафос продолжал старший офицер и там свое дело служба друзья и главное домашний очаг жена дети и так как пассажир поднял свои внимательно серьезные глаза на евгения николаевича и не торопился отвечать ожидая что еще скажет этот видимо влюбленный в себя моряк то старший офицер почувствовать пассажиру еще большую неприязнь и внезапно закипая злостью продолжал и что собственно говоря особенно привлекательного в заграницах разве что природа да пожалуй хорошие гостиницы а если сравнить где проще и сердечные люди где больше не показного а настоящего патриотизма где неужели все эти говорили не показали их бессилия сделать что-нибудь серьезное пассажир по-прежнему молчал и старший офицер не без раздражения спросил вы верно не согласны со мной не согласен многие с удивлением взглянули на пассажира а старый механик разрешивший себе кроме шампанского пройтись и по хересом и почувствовавший себя решительно несчастным вдали от королевы марго обратился к пассажиру и слегка заплетая языком проговорил сергей сергеевич вы не согласны и это ваше дело быть может и я с вами соглашусь если узнаю почему вы не согласны но вот мы здесь черт знает где вы чуть не погибли так неужели вас не тянет в россию к домашнему очагу а я так сейчас бы в кронштадт извините сергей сергеевич сию минуту бы да у меня семейного очага нет иван васильевич промолвил пассажир вы верно спать хотите сергей сергеевич с дипломатической целью спросил доктор и очень с этими словами пассажир встал и сделав общий поклон ушел в каюту в сопровождении коврайского когда шампанское было выпито и пора было расходиться старший офицер не без таинственности произнес а ведь загадочный пассажир почти все согласились что загадочный были разные предположения или у пассажира на душе преступление или он государственный преступник бежавшие сибири или политически неблагонамеренный человек доктор и коврайский протестовали против всех предположений но кто же он такой допрашивали офицеры от чего не объяснит кто глава 6 в течение двух дней пассажир сидел в каюте и что-то писал кают компании он по-прежнему был мало разговорчик и на вопросы отвечал лаконически от предложения доктора дать займы он отказался он поблагодарил доктор и сказал я могу зарабатывать везде а у меня такие скромные привычки пассажир заинтересовал всех офицеров а старший офицер даже начинал трусить и перед переходом в капта он доложил и без того озабоченному капитану как бы чего не вышло барон если пассажир и вдруг опасный злоумышленник так нам какое дело мы спасали человека в море негодующий сказал барон и почему он должен быть злонамеренным однако и барон был смущен ведь самом деле он так и не знает кто же у него пассажир надо же обозначить в рапорте какого звания спасенный как же выйти из этого затруднения спрашивал барон очень просто спросите у пассажира и пусть покажет паспорт как вам не стыдно евгений николаевич я и так поверю что он скажет и по долгу службы спрошу и запишу как он покажет когда руслан бросил якорь и пассажир пришел проститься с капитаном барон крепко пожал руку курганина пожелал всего лучшего и краснее прибавил извините мне придется написать в рапорте кого нам бог привел встретить в океане отвезти в каптаун ваше звание или чин или ну как вам угодно сергей сергеевич а мне никакого нет дела извините или пассажир улыбнулся и подал свой заграничный паспорт о мне не надо не надо так верно старшему офицеру необходимо не угодно ли старший офицер взял и прочитал отставной статский советник князь сергей сергеевич курганин евгений николаевич несколько сконфуженный возвратил пассажиру паспорт курганин простился с офицерами и с некоторыми матросами и уехал на берег когда все офицеры узнали кто был пассажир он сделался во мнении всех еще более загадочным конец константин станюкович рождественская ночь волшебная тропическая ночь вслед за закатом солнца почти внезапно опустилась над батавии и благодаря ветерку дувшему с моря дышала нежной прохладой казавшийся таким счастьем после палящего зноя дня мириады звезд зажглись на небе и луна круглая и полная лила свой серебристый свет с высоты бархатисто темного купола и медленно плывя казалось задумчивый и томный в эту чудную ночь накануне рождества христова белый катер склипера забияка стоявшего верст за 6 за 7 на рейде дожидался у одной из пристани нижней части города господ офицеров бывших на берегу это нижняя деловая часть города с конторами по гаузами лавками складами и тесно скученными домами исключительно населенные туземцами малайцами и метисами да пришлыми китайцами ютилась почти у самого моря кишащего акулами и кайманами в нездоровый сырой и болотистой местности настоящие хозяева острова явы голландцы жили наверху на горе в европейской батавии роскошном чистом городке изящных домов вилл и гостиниц тонувших в густой зелени садов и парков которых выселись гигантские пальмы оттуда с ранней зари деловые люди спускались в малайский квартал и в 10 часов утра уже возвращались домой свои прохладные дома адская жара заставляла прекращать занятия возобновлявшиеся снова за несколько часов до заката и оканчивающиеся часов в десять вечера оживленная и шумная днем жизнь малайском квартале затихла огоньки в маленьких домах потухли и узкие и грязные прорезанные смертоносными каналами улицы нижнего города опустили даже не видно было шныряющих у пристани ночных темнокожих фей малаек чтобы смущать матросов всевозможных национальностей давно не бывших на берегу и своим более чем откровенным нарядом и выразительными пантомимами и острым неприятным запахом кокосового масла которым малайки расточительно пользуются смазывая им и волосы и руки и шею пусто везде изредка лишь мелькнет громадный бумажный фонарь запоздалого разносчика всяких товаров китайца этого еврея почти всего востока возвращающегося из верхнего города от варваров к себе домой на отдых где-то вблизи на рейде на каком-то судне пробило шесть склянок 11 часов туземец спит у пристани далеко кругом стоит мертвая тишина с однообразным шепотом морского прибоя который нежно лежит береговой вязкий песок только по временам это торжественная полная какой-то таинственности тишина тропической ночи нарушается вдруг шумными всплесками когда крокодил после дневного крепкого сна на отмелях под отвесными лучами солнца забавляется в воде ловя добычу и снова тишина русские матросы забияки катерные грибцы в ожидании господ находились все на катере лунный свет падал на их белые рубахи и захватывал некоторые лица несколько человек растянувшись под банками сладко спали один чернявый молодой матросик задумчиво и как-то вопросительно поглядывал то на мерцающие звезды то на сверкающую серебром полосу моря и видимо думал какую-то думу судя по его напряженно строгому лицу по временам когда раздавались всплески он вздрагивал и пугливо озирался на товарищей а человек шесть или семь собрались около кормы и рассевшись по бортам на сиденьях вели беседу как-то особенно тихо почти шепотом словно бы боясь нарушить тишину этой волшебной ночи и точно несколько пугаясь ее жуткой таинственности дымок нескольких курящихся трубочек с острым запахом махорки приятно щекотал обоняние беседующих грибцов кроме русского катера у пристани не было ни одной шлюпки матросы вспоминали о россии о празднике на родине высказывали желание поскорее вернуться домой особенно те которые по возвращению рассчитывали на отставку или по крайней мере на бессрочный отпуск вот уж третье рождество они встречают в чужих и жарких местах а противило скорее бы вернуться и несмотря на жизнь хотя полную опасности но все таки относительно сносную на клипере и командир и офицеры были люди порядочные и матросов не теснили и сытую каждого из матросов тянуло туда на север на далекую родину с ее бедами и нуждой с покосившимися избами соснами и елями снегом и морозами после этих воспоминаний все как-то притихли несколько минут длилось молчание гляди звезда упала еще и куда она падает братцы тихо спросил чернявый матрос в океан известно о прича кияна ей некуда упасть отвечал пожилой здоровый матрос уверенным тоном а ежели на землю спросил кто-то нельзя потому все как есть расшибет по самой этой причине бог и валит звезду в море туда мол тебе место чернявый матросик видно не удовлетворенный этим объяснением снова стал глядеть на небо и необыкновенно приятный грудной голос загребного ефремова заговорил это бог виноватую звезду наказывает потому звезды тоже бунтуют и особенно много братцы падает их в эту ночь по какой такой причине братец задорно спросил пожилой плотный матрос а по такой причине милый человек что в эту ночь не бунтуй а веди себя смирно потому как в эту самую ночь спаситель родился великая это ночь нашему рассудку и не понять и как ежели подумаешь что родился он в бедности пострадал за бездольных людей принял смерть на кресте так наши то все горя ничего не стоит ни одной полушке да братцы великая эта ночь и кто в эту ночь обидит младенца тому великое будет наказание так старик один божественный мне сказывал странник в книгах говорит все показано и ишь ты подлый так и мутит воду проговорил кто-то когда послышался вблизи всплеск воды не что крокодил кому другому гляди башка его над водой все глаза устремились на одну точку на освещенный светом лунной полосе воды видна была отвратительная черная голова каймана тихо плывшему неподалеку от шлюпки к берегу погони то всякой в этих местах и крокодил и акула проклятая сказывают на берегу в лесах и тигра однако загуляли что-то наши офицеры на берегу братцы скоро и полночь а ты живков что все на небо глаза пялишь а и любопытно не про нас брат писано проговорил обращаясь к чернявому матросику пожилой плотный матрос в эту минуту с берега вдруг донесся чей-то жалобный крик матросы притихли кто-то сказал а ведь это дитё плачет дитё есть по ближности где-то ешь горемычный заливается заплутал что ли кто-нибудь прием должен быть жалобный беспомощный плач не прекращался сходил бы кто посмотреть что ли заметил плотный пожилой матрос не двигаясь однако сам с места куда ходить офицеры могут вернуться а гребца нет строго проговорил унтер офицер старшина на катере и то правда сказал плотный матрос что уж так и бросить без призора младенца в такую ночь раздался приятный тенорог загребного ефремова а ежели он один да без помощи и это и горыш не того неправильно я мигом вернусь андрей егорыч только взгляну в чем причина взволнованно проговорил чернявый матросик дозвольте но уступай только смотри и живков не заблудись и я с ним егорыч вымолвил ефремов и оба матросов выскочив из катера бегом побежали по пустынному берегу на плач ребенка и очень скоро почти у самого моря они увидали крошечного черномазового мальчика в одной рубашонке завязшего в мокром рыхлом песке около не было ни души матросы удивленно переглянулись эко идолы эко бесчувственные бросили ребенка это брат живков неспроста погубить хотели младенца тут бы его крокодил и сожрал гляди еж плывет почуял видно ефремов взял на руки ребенка и что же мы с ним будем делать что делать возьмем на катер там видно будет ну ты малыш не реви ласково говорил ефремов прижимая ребенка к своей груди это сам господь тебя вызволил велико было изумление на катере когда минут через десять вернулись оба матроса с плачущим ребенком на руках и рассказали как его нашли унтер офицер не знал как ему и быть зачем вы его принесли строго спрашивал он хотя сам в душе и понимал что нельзя же было оставить ребенка то-то принесли и ты бы принес мягко и весело отвечал ефремов ребята нет ли у кого хлеба он может голоден все матросы смотрели с жалостью на мальчика лет пяти у кого-то в кармане нашелся кусок хлеба и ефремов сунул его молочонку в рот тот жадно стал есть голоден и есть лишь ведь злодеи бывают люди а все-таки ребята нас за этого мальчонка не похвалят лишь пассажир объявился какой снова заметил унтер офицер там видно будет спокойно и уверенно отвечал ефремов может и похвалят ребенок скоро заснул на руках у ефремова он прикрыл его чехлом от парусов и его некрасивое белобрысое далеко не молодое лицо светилась необыкновенной нежностью скоро приехали с берега в двух колясках офицеры веселые слегка подвыпившие они уселись на катер отваливай ваше благородие проговорил старшина обращаясь к старшему из находившейся на катере офицеров осмелюсь доложить что на катер взят с берега пассажир какой пассажир малайский значит мальчонка так как приказать ваше благородие какой мальчонка где он а вот спит под банку ефремова ваше благородие и унтер офицер объяснил как нашли мальчонку ну что ж пусть едет с нами фок и грот поднять скомандовал лейтенант паруса были поставлены и шлюпка ходка пошла в полветра на клипер ефремов уложил найденыша в свою койку и почти не спал до утра поминутно подходя к нему и заглядывая хорошо ли он спит на утро доложили о происшествии капитану и он разрешил оставить мальчика на клипере пока клипер простоит в батаре в то же время он дал знать о ребенке губернатору и маленького малайца обещали поместить приют неделю прожил маленький найденыш на клипере ефремов пестовал его с нежностью матери мальчику сшили целый костюм и обули и когда накануне ухода полицейский чиновник приехал за мальчиком матросы через боцмана просили старшего офицера и спросить у капитана разрешение оставить найденыша на клипере ефремов успевший за это время привязаться к мальчику ждал капитанского ответа с тревожным нетерпением капитан не согласился долго потом ефремов вспоминал рождественскую ночь и этого чуть было не погибшего мальчика успевшего найти уголок его сердце конец константин станюкович одно мгновение однажды чудным тропическим вечером когда корвет витязь шел себе под всеми парусами узлов по восьми направляясь в рио-жанейро в кают компании за чаем зашел разговор о самоубийстве поводом к такой редкой среди моряков беседе послужил рассказ одного лейтенанта о своем товарище который два года тому назад застрелился от несчастной любви к одной замужней женщине рассказчик назвал эту женщину и и многие знали в кронштадте это была жена одного инженера изящная блондинка с рожеватыми волосами умная милая и обворожительная казавшаяся молодой несмотря на свои 39 лет большинство моряков не выразила ни малейшего сочувствия самоубийцы почти все находили что стреляться из-за женщины глупо а пожилой старший штурманский офицер отличный неустрашимый моряк и в то же время как все знали настолько трусивший своей высокой полнотелой жены бойко и сварливый что даже сам просился в дальнее плавание желая избавиться от домашних сцен не без авторитетности произнес самое последнее дело пропадать из-за женского ведомства только шалые юнцы на это способны получила сажа инженерша дама строгая и баба отц думал что это сама инженерша только единственное на свете в те пор и не соображал что есть и другие дамы в затмении был все принимавшие участие в разговоре согласились со штурманом и вообще не одобряли самоубийство от каких бы то ни было причин многие находили что самовольное лишение жизни обличает трусливую душу и во всяком случае эгоиста не думающего о страдании который он причиняет другим человек с характером и в здравом уме никогда не пойдет на самоубийство это все равно что бросить судно в минуту опасности с убежденным спокойствием проговорил старший офицер капитан-лейтенант лет под 40 с георгием в петлице белого кителя прежний черноморец пробывавший всю севастопольскую осаду на четвертом бастионе и ранены во время последнего штурма ни один порядочный моряк это не сделает за совесть они за страх ответственности надо бороться до последнего издыхания не правда ли все согласились что правда только один из присутствующих кают компании не ответил на вопрос старшего офицера он не принимал участие в разговоре и словно бы нисколько не интересуюсь им молча отхлебывал чай нервно выкуривая папироску за папироской это был мичман стоянов смугловатый брюнет лет 25 с курчавыми черными волосами и шелковистыми усами небольшого роста сухощавый серьезный с тонкими чертами красивого мужественного и умного лица выражение которого сразу чувствовала сила воли недюжинного характера в задумчивом взгляде темных глаз опущенных длинными ресницами было что-то смелое открытое и несколько надменное словно во взгляде молодого орла многочитавший независимый в своих суждениях нередко расходившийся во взглядах со служивцами стоянов держался особняком не подчеркивая впрочем этого и ни с кем особенно близко не сходился и несмотря на это стоянова все уважали за его прямой рыцарский характер полный благородства и чуткой деликатности за соответствие его слов с делом за ум и добросовестное отношение к служебным обязанностям он считался всеми лихим морским офицером и лучшим вахтенным начальником то же время он был ревизором офицером заведующим хозяйственной частью аккуратная и щепетильная честность которого были вне всяких сомнений матросы тоже уважали стоянова но едва ли понимали и любили этого странного по тогдашним временам морского офицера хотя никогда он никого не наказывал не дрался и даже не ругался был ровен мягок и справедлив тем не менее матросы словно бы чувствовали в нем совсем чужого человека он никогда не разговаривал с матросами не шутил с ними и казалось даже как будто брезгал ими он не искал популярности среди них как делали многие другие и точно конфузился попадая в матросскую толпу и в то же время был самым горячим представителем за них никто и не знал скольких он избавлял от позорных телесных наказаний до которых старший офицер был большой охотник убеждая упрашивая умоляя сурового моряка пожалеть людей и не унижать их человеческого достоинства ведь скоро телесные наказания будут отменены официально об этом уже писали в морском сборнике и старший офицер с которым стоянов обыкновенно в таких случаях говорил глаз на глаз у его каюте нередко снисходил к просьбам молодого мичмана невольно поддаваясь обаянию его страстной речи заменял порку каким-нибудь другим наказанием и сам сущности не злой человек в душе питал благодарное чувство к стоянному останавливавшему его от жестокости и старшего офицера команда любила а стоянова нет он это чувствовал он видел что и в кают компании он далеко не любим он понимал что стоит только несколько приспособляться к людям и все изменится но он чуждался такой фальши не менял своих отношений и по-прежнему был одинок со дня выхода из шербурга стоянов стал искать еще большего одиночества и казалось чуждался всех в нем заметно была какая-то перемена несмотря на его спокойствие на людях многие замечали что стоянов часто бывал мрачен и видимо что-то угнетало его приписывали это разлуки с невестой многим было известно что стоянов любит и горячо любим этой прелестной девушкой приезжавшая на корвет в день ухода его из кронштадта а вы что ни слова не скажете борис сергеевич обратился к стоянову старший офицер я слушал иван николаевич вы по обыкновению не согласны с общим мнением не согласен иван николаевич и оправдываете самоубийство вполне из-за какой-нибудь несчастной любви вы борис сергеевич из-за любви нет но бывают такие случаи в жизни после которых жить нельзя как-то решительно и вместе с тем грустно проговорил стоянов но например после какой-нибудь подлости после позора а искупить его лучшей жизнью разве нельзя человек сознающий весь ужас позора уже наполовину исправившийся человек люби кататься люби и саночки возить сделал пакость так имей характер и отдуться за нее ставил штурман все это легко говорить а пережить позор я думаю невозможно лучше смерть ну и самому прописать себе отпуск на тот свет тоже не особенно легко борис сергеевич в ошалелом состоянии из-за любви как это не глупо а еще можно понять самоубийство но чтобы покончить с собой сознательно обдумавший я только и понимаю такое самоубийство а расстаться с жизнью разве так легко вы думаете нет батенька не легко я испытал это раз когда мы на змейке наскочили на камни и думали что всем нам тут крышка ох и как же жутко было заметил старший офицер не спорю что легко но стоянов запнулся точно у него что-то застряло в горле и через секунду с каким-то убеждающим спокойствием в тоне продолжал но ведь это одно мгновение одно только мгновение повторил он и смог видимо не желая продолжать разговор через несколько минут он вышел наверх и стал у борта он смотрел то на чудное усеянное звездами небо то на тихо ракочущий сонный океан волны которого ласково лизали бока корвета отсвечивая фосфорическим блеском он долго стоял наверху и слезы лились из его глаз всего одно мгновение чуть слышно произнес он и спустился вниз свою маленькую опрятную каюту где над койкой висела большая фотография прелестной девушки он все письменному столику подписал какие-то две ведомости предварительно проверив их написал своим мелким четким почерком рапорт командиру и стал писать письмо невесте когда в исходе четвертого часа рассыльный пришел в каюту будить мичмана на вахту стоянов уже окончил письмо и вложил его в конверт затем он сложил аккуратно рапорт запер шифонерку на ключ и с последним ударом колокола отбивавшего восемь склянок выбежал наверх и принял вахту глава 2 стоянов мерно шагал по мостику жадно вдыхая свежий воздух море он поглядывал на паруса подходил компасу взглянуть по румбу ли правят рулевые спускался на палубу проверить часовых на баке и снова ходил своей обычной легкой и грациозной походкой когда солнце медленно освобождаясь от своих пурпурно-золотистых рис поднялось над горизонтом стоянов жадно устремил глаза на горизонт любуюсь прелестью восхода лицо его было мертвенно бледно решительно спокойно только в его прекрасных глазах стояла выражение мучительной тоски он еще раз обвел этим тоскливым жадным взглядом и чудное бирюзовое небо и далеко раскинувшийся океан сверкавший под лучами ослепительного солнца и палубу корвета со спавшими на ней матросами и все это казалось ему чем-то особенным новым имеющим невыразимую прелесть и жажда жизни охватила все его молодое существо и слезы брызнули из глаз пора прошептал он и с усилием словно бы еще борясь самим собой наконец произнес сигнальчик подремывавший матросик явился к нему поди разбуди мичмана варламова скажи что я болен прошу сменить меня он говорил прерывисто словно бы не находил слов и когда сигнальчик пошел исполнять приказание ему хотелось вернуть его и в то же время он обрадовался что сигнальчик уже исчез через пять минут явился заспанный недовольный варламов извините андрей андреевич я болен примите от меня вахту я должен уйти варламов взглянул на стоянова и был поражен каким-то страшным спокойствием его осунувшегося мертвенного лица идите идите борис сергеевич что с вами скоро узнаете прощайте андрей андреевич он крепко стиснул руку мичмана как-то жалобно заглянул ему в глаза и произнес еще раз простите что обеспокоил помилуйте какие извинения идите скорее вы совсем больны борис сергеевич иду иду ведь одно мгновение и с этими словами он занес за перила мостика ноги и бросился в океан мичман ахну ахнули и матросы видевшие падение кто-то успел бросить спасательный круг фок и грот нагитовые марса фала отдать командовал отчаянным голосом мичман через минуту капитан и старший офицер были наверху что случилось стоянов бросился за борт и капитан и старший офицер были поражены минут через пять корвет лежал на дрейфе и баркас отправился на поиски все офицеры и матросы выскочили на палубу все со страхом ждали возвращения баркаса предчувствуя что он вернется без стоянова и через час баркас вернулся бывший на нем офицер рассказал что видел как стоянов утонул хотя спасательный круг и был вблизи но мичман не хотел его взять корвет снова пошел далее и все разошлись угрюмые старший офицер утирал слезы глава 3 через четверть часа капитан взволнованный со слезами на глазах пришел в кают компанию и проговорил вот рапорт борис сергеевича прочтите господа а я снова читать не могу с этими словами он торопливо ушел и старший офицер прочел рапорт следующего содержания честь имею донести вашему высокоблагородию что я совершил поступок недостойны честного человека шербурге я проиграл 500 рублей казенных денег хотя я пополнил часть их причитающимся мне за месяц жалованием и столовыми остальная часть будет пополнена товарищем которому я написал из шербурга тем не менее после такого позора я жить не могу могли не узнать о моей растрате товарищи но я-то ее знал и следовательно не считал себя вправе воровски пользоваться общим уважением и оставаться жить на свете донося об этом вашему высокоблагородию прошу переслать прилагаемое письмо по адресу старший офицер потрясенный ушел к себе в каюту у всех на глазах стояли слезы конец